Всем здравствуйте, вы на Политека онлайн, я Александр Шелест и Степан Димура с нами на связи. Здравствуйте, Степан. Добрый день. Вы знаете, шок, трепет и неимоверные эмоции лично у меня вызвала информация о том, что Владимир Путин подрабатывал в 90-х таксистом. А как вообще можно было заработать и вот этот частный извоз, это ведь знаковые слова из уст российского президента. Россия, нам нужно призадуматься, что экономическое положение дел в России будет хуже или как? Я думаю, это было просто такое, знаете, демонстрация того, что ваш президент из народа, он такой же, как и вы, ну и тому подобное. Потому что, скажем так, отношение к президенту меняется очень быстро и, скажем так, становится все хуже, хуже и хуже. Даже вот, я просто люблю разговаривать с так называемым охлосом периодически, да, там с таксистами, продавцами, монтерами и тому подобное. И вот если раньше как-то у них было, ну да, Путин, вот царь у нас такой хороший, добрый, он просто не ведает, что творят бояре. Вот смотрите, там, если его попросят на горячей линии почистить толчок, толчок будет обязательно вычищен и починен. То сейчас отношение становится таким очень резко негативным. И, в общем-то, теперь, грубо говоря, когда экономическое положение граждан ухудшается и, скажем так, все вот эти вот чумные ограничения, которые вводятся, они также ухудшают вообще настроение экономического положения россиян. Теперь все, в общем, на мой взгляд, однозначно связывают это с деятельностью Путина и начинают во всем винить Путина, поэтому я думаю, просто такие жалкие попытки показать, что не-не, я олигархов не защищаю, я не с олигархами и не с силовиками против народа, а я вот ваш, один из вас. Вот отсюда все эти заявления, я думаю, и Лукашенко, что, ну, ты понимаешь, мы с тобой братья, я дворовый, а ты уличный, мы все вышли из подворотни. Ну, недавно тут заявил. Ну, по-моему, просто демонстрирует такую, в общем-то, известную истину, что, да, гопника можно вытащить из подворотни, но подворотни из гопника вытащить невозможно. Поэтому не надо тут, знаете, я думаю, делать каких-то страшных проекций, что вот Путин готовит народ к чему-то. Я думаю, что Путину народ глубоко, как бы так помягче выразится. Ну, есть и есть, главное, чтобы не бубнил. Да, ну, такое отношение, знаете, не очень лицеприятное. Вы говорите, меняется отношение. Ну, а это у всех, это у всех сейчас практически западных политиков, посмотреть, что творится в Австрии, в Германии, в Австралии, в тех же штатах. Мы обязательно об этом... Нам еще повезло, на самом деле, что у нас так называемая вертикаль власти практически не функционирует, недееспособна. Поэтому у нас все эти чумные ограничения как-то проходят боком. Мы коснемся этой темы, обязательно. Я просто хотел... Строхость, что компенсируется отсутствие необходимости их выполнения. А на Западе там, я смотрю, полный капец. Мы вернемся к этому вопросу, обязательно. Я просто хотел уточнить, вы говорите, меняется отношение к Путину. А после перепалки с режиссером Сокуровым, как вы думаете, как изменилось отношение к хозяину Кремля? Да, я думаю, никак. Вы знаете, большинство, я думаю, на это внимание обращает. И потом, как бы им так сказать, на таких сходничках, если называть вещи с именами, никогда ничего просто так и случайно не произносится и не делается. Поэтому, я думаю, это был, знаете, такой проброс, что ли, пробный камень. Ну, не знаю. Но все это далеко не просто так. Это не какая-то вот такая позиция принципиального товарища Сокурова или еще что-то. Это был такой спланированный, я думаю, постановка, проброс, посмотреть, какая будет реакция общественного мнения. И все. И какие выводы? Сделаны ли? А я даже, вы знаете, я даже на такой ерунду никогда не задумываюсь, потому что, ну, люди все прекрасно понимают, что такое Республики Кавказа, за счет кого и как они живут и тому подобное. Поэтому здесь каких-то таких особых ревеляций сделано не было. Просто почему-то вдруг, как бы так, случайно, невзначай всплыла эта тема. Ну, еще раз, на таких сходничках вдруг ничего не бывает. Там все очень четко спланировано и срежиссировано. Ну, и, разумеется, реакция Путина, что да, я вот собиратель тут русских земель, я никому не позволю претендовать там на целостность страны, еще что-то, еще что-то. Ну, это спектакль такой, знаете, на мой взгляд. Спасибо, что поделились вашим мнением. Но, знаете, вот от игры к жизни в России, мы следим за ситуацией, в том числе, ну, и экономической, и демографической, ну, вышел целый ряд статей, которые, ну, как бы описывают рынок труда в России. И вот уникальная история, что в совершенно обычных профессиях наблюдается острый дефицит. Причиной его становится то, что люди на пенсию уходят и уходят из профессии, а вместо них никто не приходит. И накладывается, ну, демографическая ситуация на вот эту проблему, и выход из нее, ну, достаточно непонятен. Вы можете, как аналитик, прояснить нам вот эту картину, почему, ну, вот, старики уходят, а молодые не заходят в совершенно обычные профессии? Там администраторы, учителя, врачи, большая проблема, она просто как снежный ком, как лавина надвигается на большую такую страну. Ну, не, ну, смотрите, мы говорим о таких приземленных реальных профессиях, да, там, например, очень тяжело найти хорошего сварщика, фрезеровщика, ЧПУшника. Я же не говорю о хорошем инженере. Ну, проблема-то, в общем, давно известна, потому что в стране наблюдается жуткое перепроизводство всяких юристов, экономистов, финансистов, кряклов и прочей ерунды. Дизайнеров, архитекторов, чего только нет. То есть, молодёжь шла, в основном, в такие, знаете, раскрученные, гламурные профессии, которые показывались постоянно с экрана телевизоров, сериалов, там, как они все классно живут, бла-бла-бла. Ну, и перепроизводство таких кадров. Я всё время глумился над этими манагерами, и их всегда спрашивал, слушайте, а что вы будете манагерить, когда умрёт последний инженер? Например, ну, вот это случилось. То есть, в России выбиты инженерные школы, потому что не обучено, как минимум, 2-3 поколения, например. Кадров нет. Школы, вы ещё раз повторяю, школы убиты. То есть, это из-за того, что молодёжь просто не шла в эти профессии. Откуда брать специалистов? Да ниоткуда. Доходы, например, учителей, вот, ну, в Москве из-за доплаты и тому подобное, там, могут быть приличные. 60-70. В хороших школах, может быть, 150 и даже 200 тысяч рублей в месяц. Но это адская нагрузка. Это адское количество всяких бумажек нужно заполнять. Количество бумажек постоянно растёт из-за ретивых чиновников и тому подобное. Врачи тоже работают. Ну, да, можно получать и 70, и 100 тысяч в год. Но тоже работа адская. Поэтому, ну, если мы, скажем, уйдём за пределы Москвы, то у меня есть очень хороший пример. Это родственница по линии жены. Она живёт в Боровичах, недалеко от Боровичей. В Апеченском посаде. Вот. Она заслуженный учитель России. Стаж 25 лет. Зарплата у неё, зарплата у неё 17 тысяч рублей. Ну, это практически ниже прожиточного минимума, по большому счёту. Ну, и кто пойдёт на такие работы? У врачей в сельской местности тоже смешны абсолютно зарплаты. Вне вот мегаполисов зарплаты просто смешны. И кто туда пойдёт работать, скажите, пожалуйста. Ну, берут сейчас из Средней Азии. Там сидит врач. Какой-нибудь оглы-углы. По-русски с трудом. И что? Какую медицинскую помощь он может вам оказать? Поэтому дефицит кадров существует. И восполнять его неоткуда. Потому что, во-первых, и политическая ситуация в стране. Во-вторых, экономическая ситуация в стране. Сюда могут ехать только люди из очень бедных среднеазиатских республик. Что, в общем-то, и происходит. Более-менее квалифицированные кадры в Россию просто не поедут. Здесь им ловить абсолютно нечем. Почему не платить больше? А зачем? Ну, сами подумайте. У вас есть бюджет, да? Скажем, того же Минздрава. Значит, этот бюджет надо, во-первых, пильнуть хорошо. Ну, там, например, протезы, да, стоят там 50-60 долларов. Бюджет обходится в 1000 долларов, например, да? Это абсолютно реальные примеры. Наркоторговля, наркотрафик по сравнению с этим просто меркнул. По рентабельности и доходности. Хорошо зарабатывают, скажем, главные врачи. Ну, потому что они руководители, да? А все остальные, ну, такая... А куда отношение такое, знаете, к людям? А куда они все денутся? Не хочешь работать – не работай. И это отношение привело к тому, что достойных зарплат нет, а конкуренция на рынке труда... Ведь, понимаете, когда у вас высокие доходы работников, когда существует конкурентный рынок труда. Вот если мы, скажем, возьмем, ну, такую область, как пластика, да, пластическая хирургия, например, или вся эта индустрия красоты, ну, там, да, там зарплаты огромные. Потому что, во-первых, это частный сектор, а во-вторых, в общем, специалисты там ценятся, и работодатели охотятся за хорошими специалистами. А в государственных структурах, ну, сколько платили, столько и платят, понимаете. Это еще пошло со времен, на самом деле, 97-98 года, когда к дефолту привели как раз вот эти вот наши, так называемые, олигархи и красные директора, которые, ну, не хотели просто платить рабочим больше. Они надеялись на то, что население с низкими доходами будет покупать то дерьмо, которое они производят. И у нас есть, так посмотреть исторически, средняя зарплата, это, по-моему, где-то, она где-то, по-моему, 10 бочек нефти. Вот так. Поэтому это такая вот структура рынка труда. Ну, поэтому такие кадры. Знаете, как в Савке шутили, вы делаете вид, что нам платят зарплату, мы делаем вид, что работаем. Так и происходит в России. Скажите, пожалуйста, насколько вы все-таки видите, ну, вот, каким может быть решение большой глобальной, ну, вот, такой проблемы? Потому что, ну, вот, если оценивать, то, ну, поднимать зарплату в бюджетной сфере, в Российской Федерации, ну, есть куда, и вроде бы и деньги есть, и возможности есть, но это искусственно, искусственное принуждение работать за еду привело к тому, что, например, вот, судя по украинцам, да, ну, если ехать на заработки, то уж точно не в Россию, в западные страны. Ну, еще раз, если говорить, как решать эти проблемы, то сразу можно наговорить на несколько серьезных статей Уголовного кодекса. А, скажем так, других решений в данной ситуации не существует. Что именно вы имеете в виду? И как-то получать сразу несколько статей мне не хочется. Ну, вы видите, нет, вот, в существующей парадигме политической в России нет решения тех проблем, которые существуют. То есть, страна скатывается в катастрофу, и чем дальше, тем быстрее это случается. – Какие сроки вы видите? Ну, условно, там, 10, 15, 20 лет? – Тяжело сказать, понимаете, тяжело сказать, на самом деле, потому что здесь все зависит, скорее, не от внутренней политической экономической ситуации наших западных партнеров, потому что я говорил и повторюсь, что, в принципе, такие режимы, вот, как в России, так называемый, ельцепутинский режим, да, вертикаль власти, как угодно можно называть, они могут считать вечно, как показывает история, да, такой диктаторский практический режим. Причем их возникновение и крах очень хорошо описаны Ибн Хальдуном, вот, где он писал, не Моджо, Моджо – это я для себя так называю, он описывал трайбы, трайбы ближневосточные, как они зарождаются, как там получают власть, как потом ее теряют и тому подобное. И такие режимы, они рушатся исключительно под внешним воздействием. Внешнее воздействие возникает, когда, скажем, этот режим делает, ну, я ее называю так, последнюю мегаглупостью, да, тем самым провоцирует, во-первых, когда он очень сильно уже ослабевает, и экономически, и финансово, и в военном плане, и начинает делать какие-то мегаглупости. Последнюю мегаглупостью режим, на самом деле, сделал в 2014 году, когда вторгся в Украину, и последствия вот этого мы сейчас загребаем. Как долго это продержится? Еще раз, это все зависит от западных партнеров. Понимаете, вот то, что сейчас происходит, например, на востоке Украины, оно там может происходить еще очень-очень долго. Потому что это выгодно Западу. Почему это выгодно Западу, такая ситуация? Ну, потому что Путин, глубоко говоря, заглотил крючок по самой жабре, да, и теперь за этот крючок его можно постоянно дергать. То накаляя ситуацию, как, например, сейчас со стороны Запада, то отпуская ситуацию. И таким образом влиять на Путина и на этот режим. То же самое происходит сейчас в Средней Азии. Аналогичная ситуация при участии Турции, кстати, в Средней Азии, происходит на Кавказе. Поэтому такие вот, знаете, три, скажем так, болевых точки, которые то причиняют больше боли режима, то меньше, они, в принципе, будут существовать еще достаточно долго, я думаю. И Запад их по своей традиции, в общем, исторической и дипломатической, будет использовать на полную катушку. И много чего из этого выжмет. С другой стороны, понимаете, всегда есть, что ли, баланс интересов и угроз. И вот вопрос, когда режим Путина начнет представлять реальную угрозу Запада, я думаю, этот вопрос уже получил свой ответ, когда Путин начал уже открыто, ну как, не на публике, конечно, угрожать Западу ядерной кнопкой, да, к своей красной кнопке. И это случилось в этом году. И ответ, в общем, Запада сначала был такой ошарашенный, растерянный, но потом мы получили достаточно определенный ответ, который состоит в том, что хорошо НАТО и США изменят ядерную доктрину в Европе, и если, скажем, на сапогах русского солдата вступает на землю НАТО, мы имеем право первым применять ядерное оружие, например, да. Поэтому у меня складывается впечатление, что режим представляет все большую и большую угрозу Западу, на самом деле. Не просто потому, что он что-то может сделать, а просто потому, что он это может попытаться сделать. Это и кибератаки, это и подкуп европейских, попытки подкупа, ну и подкуп тоже успешный. Достаточно посмотреть на господина Шрёдера и госпожу Меркель, да, западных политиков, то есть, когда режим уже начинает влезать в, что ли, в епархию так называемых демократических ценностей на Западе. Поэтому вопрос, еще раз, может быть, решен очень быстро, вопрос не в том, когда это произойдет, вернее, вопрос не в том, что это произойдет, а вопрос в том, на мой взгляд, когда это произойдет. А здесь уже мяч на поляне Запада. Когда они решат, тогда они и разберутся. Скажите, пожалуйста. Ну, то, что грядет большая зачистка постсоветского пространства, в общем, вопрос решенный, элит, вернее, постсоветского пространства, вопрос решенный, и вы это можете сами ощущать на своей шкуре в Украине. Начали с Украины, потому что, ну, как-то все так сложилось, полегче там было. Потому что, еще раз, Зеленский это просто продукт товарища Саакашвили, которого Зеленский очень удачно и вовремя предал со всеми потрохами. Ну, тем не менее, те реформы сейчас, которые проводятся на Украине, они, в общем-то, как раз и приводят к зачистке элит на постсовке. Скажите, пожалуйста, насколько... В Украине, я думаю, в следующем будут казахи, а уж потом будет очередь России. Насколько вот возможно в этой всей, ну, стратегии, ну, это прям очень важный вопрос, особенно когда в Киеве уже объявляют о том, что сирены будут включать, готовятся к наступлению из России, вот прямым текстом. Насколько для Путина, ну, захватить пол Украины, это выход из той сложившейся, в том числе и демографической ситуации, и ситуации, ну, вот экономической. Решить силовым путем решится ли Путин? Ну, вы знаете, по моему мнению, в общем, я скажу так, что я вырос, скажем, в инженерно-техническом гетто Москвы, да, и, ну, ребята вот... Если кто-то чем-то долго пугает, то он это никогда не сделает, потому что он трус. Потому что если вы собираетесь что-то сделать, особенно, например, начать войну в Украине, то вы это просто делаете, вы не пугаете долго, и всячески показушно стягивая войска, там, грозно, сдвигая брови, там, сжимая булки, тоже грозно, что вот сейчас я, вот, держите меня семеро, да? Нет, вы просто начинаете войну молча и тихо. Как это было... Ну, скажем, сейчас, если возьмем Крым, не сделаете. Просто взяли Аджария, его захватили. Так и здесь. А это все, скорее всего, показушное. Но если даже, если даже Путин и вторгнется в Украину, то, скажем так, ну, ему придется массированно применять авиацию, ему придется массированно применять ракетное вооружение. Все это будет, разумеется, транслироваться по европейским каналам и средствам массовой информации. В принципе, европейский налогоплательщик и избиратель уже готов к тому, что придется защищать несчастных хохлов, которые строят демократию, потому что режим достаточно демонизирован на Западе. Еще раз, российская армия, ну, представляет из себя очень жалкое зрелище. С кем она, может быть, и может воевать, могла бы, скажем так. Ну, с украинцами, например, да, с казахами. Но сейчас, знаете, я сомневаюсь, что будет массированное применение авиации. Ну, потому что тогда просто НАТО уже предупредили, что им придется вмешаться. И Штаты сказали, что, в принципе, могут осмотреть возможность посылки контингента в Украину в случае агрессии России. Но еще раз, вот российская армия вторглась в Донбасс, да. Украинская армия на тот момент представляла весьма жалкое зрелище. И, честно говоря, я что-то не увидел особо грандиозных побед или какого-то очень быстрого продвижения российской армии. И еще не надо никогда забывать, что, когда дело доходит до наземных операций, очень важен морально-боевой дух. Вот если у хохлов он есть, да, они защищают родину, то за что будут гибнуть российские солдаты? За ипотеку, за кредитный автомобиль, как это происходит? Ну, не думаю, что это будет такой легкой компанией, которая представляет себя в Кремле. И потом, понимаете, эти люди, которые принимают решение, на мой взгляд, они просто оторваны от действительности. Свои представления о, скажем так, военной мощи России, они строят такое впечатление, исходя из просмотров роликов на РЕН-ТВ. Что там, не имеющие аналогов, еще что-то, еще что-то. Ну, возьмем тоже ПВО. Ну, в Сирии оно показало свою, ну, полную вообще бесполезность и никчемность. Максимум, что они сбили, они сбили свой же разведанный самолет. Понимаете, люди, которые посылают эту ржавую посудину Кузю Дымного, адмирал Кузнецов, да, чтобы продемонстрировать силу флага или что-то там еще к берегам Сирии с двумя буксирами, и которые, находясь у Сирии, уничтожают сам треть палубной авиации России. Было 9 самолетов, стало 6, да. Ну, наверное, как-то не очень адекватны в представлении реальности и действительных возможностей армии. Плюс пропаганда, разумеется. Ну, куда уж без этого, там. Если послушаешь, да, то все должны страшно бояться российской армии. Ну, что-то как-то, вот, пример той же Сирии или пример того же Нагорного Карабаха показывает, что нужно бояться не российской армии, а, скажем, нужно бояться турецкой армии, тем более бояться американской армии. Когда они там 400 человек вагнерцев просто за 3 часа превратили в фарш. Вместе со всей техникой. Поэтому я не думаю, что что-то произойдет в Донбассе. Еще раз повторюсь, что скорее в Донбассе Запад будет использовать Украину, чтобы накалять ситуацию и, скажем так, держать Путина в напряжении, когда и в испуге, в легком. Я благодарю вас за эту беседу. Степан Демура был с нами, и вот как аналитик, как человек, разбирающийся, немного, ну вот, знаете, и успокоил, и заставил задуматься. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу, и станьте подписчиком Политеки Онлайн. Я Александр Шелест. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...